Пескор комсомольской правды Дарья Сламова вернулась из очередной горячей точки. И не удивляйтесь, это не те регионы на земном шаре, где идут активные боевые действия. Дарья вернулась из страны, с которой у нас отличные, хорошие, дружеские и не только дружеские отношения, из Армении. Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. А почему мы называем Армению горячей точкой? А, ну да, конечно, ведь три месяца назад произошли события, за которыми мы здесь очень активно следили. Смена власти, приход нового человека. Революция. Да, настоящая революция, бескровная революция. Скажи, пожалуйста, вот за эти три месяца эйфория в стране прошла? Абсолютно нет. Мне кажется, что вот, я долго искала там объяснение. Я думаю, что это связано с тем, что есть вот комплексы маленьких и больших наций. Вот мы провели, да, Мундиаль, и все западные газеты захлебнулись, какие мы замечательные, какие мы доброжелательные. Как все бы организовано, ни одного эксцесса, все великолепно. И мы проснулись там утром, да, а у нас там пенсионная реформа, проблемы, деньги, какой Мундиаль, все уже забыли про него, да. Это типично для больших наций, у которых проблем много, и мы к себе строгие, и праздники мы долго не празднуем. Ликование ровно 24 часа, потом заканчивается. Типично. Я знаю свой характер, я такая же. То есть праздник сегодня, утром встала, думаешь, а что я вчера так радовался. Вот для маленьких наций, понимаешь, это психология маленьких наций. Вот они совершили какой-то подвиг, да, и вот они тебе подвигом будут носиться, тыкать в глаза, гордиться, мучить тебя, рассказывать еще последующие 10 лет. И это будет просто вот местная мифология родиться, уже все, то есть это будет продолжаться очень долго, поверь мне. Поэтому эйфория зашкаливает до сих пор. Теперь армяне гордятся, что они не просто самая уникальная нация в мире, они совершили самую уникальную революцию, самую бархатную, самую шелковую, самую нежную, самую удивительную революцию в мире, что все народы должны брать с них пример, поэтому если ты ожидаешь, что армяне вдруг затихли с эйфорией, то ты очень в этом смысле наивный человек. Потому что, ну вот что тебе пример, опять же, большая маленькая нация, да? Вот, во-первых, маленькие нации, большие нации склонно забывать обиды быстро. Уж как нас там не морочат голову, или как нас не подставляют, но мы очень быстро как бы отходим и ищем новые пути решения. Маленькие нации никогда не забывают ни одной маленькой обиды, которая случилась, там, не знаю, 150 лет назад, 300 лет назад, 1000 лет назад, это неважно. Обиды случились, ее помнят, лелеют, тщательно холят. То же самое касается и побед. Вот тебе яркий пример. Я вхожу в кабинет одного, значит, либерального лидера, замечу, такого прозападного, который мне долго читает долгие речи про ужасных большевиков, которые, бау, большевики-жраги, которые, значит, там сокрушили Армению, как они подлые, как они ужасные. Я выхожу и вижу, значит, на стене фотографию какого-то человека, спрашиваю, это кто? Я говорю, это как ты не можешь знать? Это наш великий армянский скульптор, там, советский скульптор. А эту фамилию? Я говорю, не знаю. Как ты не можешь не знать? Он же сделал кучу портретов Ленина. Вот представляешь? Или скульптуру Ленина. То есть вот только человек крыл большевиков, но их армянский скульптор сделал много скульптур Ленина. И как я, там, не знаю, 60 лет назад, как я, а сколько у нас было вообще, извините, скульптур Ленина, да? Как я, Даша Асламова, в 2018 году не узнала человека по портрету по фамилии великого армянского скульптора, который сделал портрет скульптуру Ленина. Это вот, это типично. Знаешь, вот я уже на это вообще никак не реагирую, уже с юмором реагирую, потому что я очень люблю Армению. Но я знаю все их слабости, потому что они в этом отношении, конечно, уникальны со своей гордостью, что мы великая нация. Вот все, что может на свете свариться. А тут революция, представляешь, какая там эйфория. То есть, ну, глядит доверие, если кто-то думает, что якобы Пашиняна, Никола Пашиняна, премьер-министра, можно свергнуть и там как-то подставить, все оставьте надежды навсегда. А вот, кстати, Даша, ты сама заговорила о Николе Пашиняне, ну, понятно, человек номер один в Армении, собственно, он-то и явился новым спасителем экономическим, наверное, в первую очередь, от страны. Скажи, пожалуйста. В общем, нет, не экономическим, а чуть нет. А чуть нет, да? Оставим экономику, это другой вопрос. Хорошо, оставим, да. Он оставим политическим спасителем. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот как оценивают сейчас вот эту рокировку, не жалеют о том, что Никол Пашиняна стал теперь премьер-министром Армении? Даже его злейшие враги дают им кредит доверия народу минимум на год. Это злейшие враги. Представь себе, да. Я не говорю о простом народе, который считает его просто идеалом, бессеребряником, очень бессеребряником, честнейшим человеком, он журналист, как и мы, что этот человек никогда не подставит, что он, значит, вот пришел, он 20 лет в политике, он сидел в тюрьме, он был в бегах, то есть как бы он всегда, значит, он никогда не был богат, он никогда не воровал. И поэтому доверие к нему, ну я тебе скажу, ну я просто не знаю, ну не как Иисусу Христу, но доверие зашкаливает. 95% населения верит в Пашиняна, поэтому все надежды, не знаю, у нашей газеты, что Яков Пашинян уже растерял доверие, однопрасные надежды, потому что он самая популярная личность сейчас в Армении. — Скажи, пожалуйста, но ведь он не только сейчас возник на вот этом политическом небосклоне, человек, ну вот насколько я помню его биографию, принимал активное участие в политической жизни безуспешно. — Успешно, нет, он всегда был успешным оппозиционным политиком, он был депутатом, не забудь, он и в парламент попал, нет, он был успешным, он был оппозиционным политиком. — Ну, да, тем не менее, вот смотри, сейчас, когда мы говорим о этой личности, ну люди, наверное, должны судить о нем по его первым шагам, а не по заявлениям, потому что именно этого и ждут. Вот за три месяца действительно он стал, скажем так, да, он еще больше упрочил свою позицию вот нового человека в политике, или этого не ощущается? — Люди абсолютно очарованные, абсолютно очарованные, без наваяния шарма, он блестящий оратор, и он не болтун, он человек дела, знаешь, как обычно, политики хорошие ораторы, ничего не делают, а он очень целенаправленный человек, у него, он сильный человек, если он ставит цель, он к ней идет. Вопрос, какими путями и как он ошибается, потому что у него нет опыта управленца. Понимаешь, мы все журналисты, вот поставь мне руководить государством, или тебя, мы с тобой вместе, обе хорошие, честные женщины, а вот что мы наворотим власти? — Нет, подожди, каждый человек должен отрезво оценивать свои способности. Если ты не можешь стать балериной Большого театра, даже если тебя позовут туда, ты же туда не пойдешь. — Ну ты видишь, политика ведь такая вещь, которой можно и научиться, а он все-таки в ней 20 лет, он все-таки в ней 20 лет. — То есть он оценил свои возможности и сказал, что да, я могу стать первым человеком в стране, и вот здесь уже отговорки, что он всего лишь журналист, мне кажется... — Нет, я не это имела в виду. Есть две вещи. А. Пашинян не ожидал, что он придет к власти. Б. Никто в стране не ожидал, что Пашинян придет к власти. В. Республиканская партия, которая пройдет много лет, тоже не ожидала, что никто... Это был полный шок для всех, понимаешь? А вот так получилось, и народ стоит за него горой. И вот здесь человек взлетает на вершину и клянется, и я ему верю, что я буду жить на зарплату премьер-министра, и он реально там говорит, что если вы меня поймаете, вот, хотите повесить, что-нибудь на первом столбе, да? Как бы и он... И он делает очень такие красивые жесты, которые страстно жаждал народ, потому что народ... Все время говорило о коррупции, 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 как мы устали от этого. И он начинает арестовывать всех подряд. Начинается... Причем серьезных людей. Там, например, он пытался арестовать даже... Как его называют? Сережа 50%, или как, Серж 50%? Это брат Сержа Саркисанова, который брал 50% взятки со всего отката, да? Не получилось. Зато арестовал он сразу двух племянников, или они в розыске, я уже там не в курсе, двух племянников президента бывшего. Взяли охранника бывшего президента с 3 миллионами долларов в руках, понимаешь? То есть там поснимали кучу народу на взятках, на всех главных взяточников. То есть народе эйфория реальная, смотрите, у всех жаждан на месте. Вендетта. Мы живем на 100 долларов, а людей берут со стремя миллионами долларов в кармане. И поэтому, представь себе, какое счастье в народе, и какая генералов арестовывают. Арестовывают всех крупных чиновников. Вот это такой, ну не 37-й год, но это такая реальная чистка верхов. Ты знаешь, мне это, честно говоря, очень напоминает то, что происходило в Грузии. Ты помнишь, да, вот, когда говорят о том, что Саакашвили там наворотил дел, его очень любят, но любят его, именно, ну, так скажем, уважают за, вот именно этот шаг, что невзирая там на чины, регалии и прочее, он начал вычищать. В какой-то момент началось чистка. Да, да. Но я тебе скажу, Пашинян не Саакашвили. Саакашвили куда более циничный, и Саакашвили это абсолютно креатура Запада. С Пашиняном сложнее. Даша, скажи, пожалуйста, у меня тут некие сомнения возникли. Читаю на информлентах. Армения предложила передать полномочия в совбезе ОДКБ премьеру страны, то есть тому самому Николу Пашиняну. А в чем, собственно, здесь, ну, скажем так, сложность? Почему наш МИД недоумевает? Ну, потому что есть устав. По уставу есть раздельные, как бы, функции власти. Генеральность к этому, то есть, скажем так, Пашиняна делал кучу ошибок в силу, а, неопытности, б, провокационности и неопытности его команды, которая пришла. Он привел совершенно у людей к власти. Очень молодых. Ну, у меня 7 министров, которым 27 лет. Лен. И которые имели опыт управления, например, 10 людьми, а сейчас они управляют государством. Вот, как мне объясняли управленцы хорошо, вот, если ты меняешь власть, вот ты берешь секретарши, начинаешь секретарши, да? Вот, чтобы секретаршу научить нажимать нужные кнопки, потребуется месяц. А выучить фамилии других людей, точно знать, как стоить, еще месяц. Это на уровне секретарши. Нормальный, умный, профессиональный секретарши, который будет нафтать, то есть, а год ей понадобится, чтобы стать хабаром. Хорошим секретарем. В связи с тем, когда меняется огромное количество кадров, и меняется резко, ставятся молодые, неопытные люди, и вот происходит такая ошибка. Или не ошибка. Есть две версии, которые высказали в Армении. Значит, Следственный комитет возбуждает дело против генерального секретаря ОДКБ Хачатурова. И этим самым подставляет полностью Армению и вообще всю нашу организацию ОДКБ. Это организация договора коллективной безопасности, в которую входят пять стран. Для России одна из важнейших организаций. Вдруг генеральный секретарь уголовник. Вы представляете ситуацию? Под следствием, который выпускают за бешеный залог, выпускают его на свободу. То есть спрашивается, причем нам-то что за дело, что в Армении поменялась власть? Объясню, что такое ОДКБ. Каждая страна имеет право на три года штуцеротации. Каждая имеет право иметь своего генсекретаря. Вот перешло право управления к Армении. Мы же не знаем, будет в Армении революция или не будет. Армения предлагает свою кандидатуру. В данном случае Хачатурова. Мы не знаем ваших проблем в Армении. Вы его предложили, мы его утвердили. Понятно. Дальше. В Армении происходит революция. Это опять же не наша проблема, потому что это ваше внутреннее дело. И Россия тщательно, во время революции Россия тщательно держала очень корректную позицию. Мы говорили, это внутреннее дело в Армении. МИД заявлял постоянно, что мы не собираемся в это вмешиваться. Это не наша проблема. Мы внимательно наблюдаем ситуацию. Но это как бы решение граждан Армении. Далее происходит ситуация. Следственный комитет Армении арестовывает, объявляет уголовника генерального секретаря ОДКБ. Есть, может быть оно и так, может быть он преступник, мы же не знаем. Но вы же его нам предложили, я бы даже сказал, навязали в качестве генерального секретаря. От того, что у вас поменялась власть, мы же не виноваты в этом. Есть процедура. По согласной процедуре, если вы считаете его уголовником, вы должны написать в организацию, что мы отзываем нашего человека, потому что он, мы считаем его преступником, пока он находится под следствием, выступает в качестве обвиняемого. Он не может, естественно, руководить такой организацией, он должен находиться в тюрьме. Поэтому мы его отзываем. И все это делается кулуарно, потому что, не то что кулуарно, потому что такие вещи, ну это как бы компрометирование организации, это компромат реальный. Представь себе, что ты сидишь, ну генеральный секретарь НАТО, его вдруг арестовывают в Норвегии, говорят, он сукин цынин, его надо было давно уже посадить в тюрьму. А НАТО что будет делать в этой ситуации? Ну давай вспомним скандал FIFA, который разгорелся и просто обсуждали вообще всем миром, а это, как мы понимаем, футбольная организация и то. Да, да. С силанского масштаба был скандал. Нет, ну вот реально, вот теперь в Норвегии берут и арестовывают генеральную старе НАТО, которая является гражданином Норвегии. И как, извините, должно реагировать вообще НАТО? И говорят, ну знаете, он уголовник, что-то он там проштрафился, да, не знаю, наворовал где-то что-то. У нас подозрения есть. А это просто организация всякого в дар ставится. И поэтому, то же самое произошло, поэтому Россия ответила жестко. Россия не ответила, что Хачатуров плохой или хороший. Россия ответила, что есть процедуры, есть политические договоренности, потому что Пашнял летал в Москву к Путину, они общались, они даже дважды общались, не ошибаюсь. И где было полное подтверждение, насколько я понимаю, что Армения не свернется с пути, как бы со статистического союзника России, ОДКБ, Российского союза и так далее. И тут тебе вот такой финт ушами. Люди, симпатизирующие Пашнял, объясняют это так, что кадровый голод, Следственный комитет делает заявление, арестовывает человека, не посоветовавшись, даже не позвонив в Министерство иностранных дел, не сообщив такой ситуации. А для них что? Ну, Хачатуров, Хачатуров, арестовали, арестовали. А если бы они по своим министерствам сказали, вы что, с ума сошли, нам нужно сделать отзыв человека, а потом уже его арестовывать. И теперь получается дикий скандал, потому что Армения настаивает на том, что у нас есть право три года ротации. То есть до 2020 года Армения не имеет права быть в главе ОДКБ. Они говорят, хорошо, мы его сейчас отзовем, и мы хотим нового человека представить. И я знаю кандидатуру, которую даже им представлены, я не буду сейчас их называть, они хотели бы как бы заменить. Россия, конечно, разгневана, потому что это нехорошая ситуация. Теперь вдруг мы вот сегодня, вернее, на днях происходит новый финт ушами, что называется, новая неожиданность. Вдруг Пашинян сам хочет быть, чтобы, ну, противоречит уставу. Голодой чисто морской. Да, то есть он не только премьер-министр Армении, но он еще хочет быть генеральным Сыремом ОДКБ. Что ставить в неловко положение вообще всего? То есть как будет менять, ну, значит, что, менять устав ради этого? То есть что у них в головах, я не знаю. Это неопытность или неопытность, непонятно. Тут есть еще другой момент, как бы подозрительный. Дело в том, что в Армении безумно восхищается Лукашенко. Вовсе не потому, что Лукашенко ей нравится как правитель. Они называют его диктатором, там, так далее. Последним диктатором Европы и прочее, прочее, прочее. Но Лукашенко, однако, не восхищается. По той простой причине, ага, говорят мне все, посмотрите, как Лукашенко может вертеть Москвой. Вот вроде крохотная Белоруссия, значит, какой-то крестьянин, значит, Лукашенко, что называется, колхозник. А посмотрите, какие финты вытворяет, и Россия пляж под его дудку, делает то, что он хочет, и газ у него по цене, который он хочет, и ему все прощают, и так далее, и так далее, и так далее. Когда я слышу эти разговоры в Армении, я ему говорю, ребят, у Лукашенко нет проблем Нагорного Карабаха, проблемы территории, это раз. Лукашенко не сидит ни в каком транспортном мешке. У него рядом одни дружественные страны. Европа его манит рукой, иди сюда, дорогой, мы тебя будем так любить. Ты только вот сдайся в НАТО, и танки будут стоять под Смоленском, и будет нам всем счастье. А в Москве, понимаешь, естественно, все прекрасны, что и танки будут стоять под Смоленском, и Лукашенко сдаться. Ну, сделать это не дадут, другой вопрос. Но он играет, например, на двух сторонах, он абсолютно свободен в этом выборе решений. И поэтому у него роскошная позиция. Он может быть маленькой картофельной стороной или молочной. Кстати, довольно успешно, я считаю. Хотя в Армении все его кроют, и говорят, что он ничего не производит еще. Как производит? Здрасте, как это не производит? Зайди в наши магазины, у нас... Кругом, белорусские продукты, белорусские товары. Белорусские продукты, белорусская обувь, белорусские вещи, белорусские сумки. Что это вообще производит? Я скажу больше, на ВДНХ единственный практически работающий павильон, это как раз Белоруссия с белорусскими товарами. Так что заходите, покупайте, смотрите. По поводу товаров, вообще тут кабничек, он у него, да, естественно, что это за счет того, что у него дешевый русский газ, там и так далее, но, извините, производят у них хорошие товары и качественные. У них нет проблем с транспортной составляющей. Они не отрезаны от России, рынок открыт. И одновременно он постоянно торгуется с Россией, что, если что, мы все уйдем назад. Мы все пошли на Запад, все. Более того, он взращивает белорусский национализм, что большая опасность. И об этом уже тоже говорят. И он шантажирует этим Россию, шантажирует Майданом. Он играет в очень опасные игры, это же другой вопрос, но это как раз Лукашенко. И вот Армения говорит, ага, говорят мне, ну мы же можем быть как Лукашенко. Блин, у вас Нагорный Карабах, вы отрезаны от России. Вы с двух сторон заперты, границы перекрыты. С одной стороны Турции, с другой стороны Азербайджана. У вас есть коридор в Иран, которому вы нахрен не нужны. Дипломатически вы ему приятны и любезны. Но в плане экономики вы ему не нужны. Иран все сам производит. И у вас есть коридор в недружественную Грузию, который вас терпит, потому что что делать? Соседи. Газ идет через Грузию. Если вам просто из России, то есть если вам просто Грузия из пакости перекроет газ, то останется же без газа. Останется труба из Ирана. Там маленькая пропускная способность. У вас железнодорога Грузия закрыла. Мы давным-давно никак не могут ее открыть через Абхазию. Товары могут идти только через Поти, порт Поти и через перевалы. Грузовики стоят по много дней в очереди, чтобы пройти через Грузию. И стоит просто закрыть границу, вы отлезаны от всего мира. Вообще. Вы никто из вас, это никак в этой ситуации просто. Они все говорят, мы будем как Лукашенко. Да вы что, ребята? Какой Лукашенко? Где Лукашенко с Беларуси? И где вы в транспортном мешке? Даша, у меня сразу вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уже сегодня напомнила о том, что это человек из оппозиции, это оппозиционный политик, оппозиционный той власти, которая была в Армении. Сейчас вот есть какие-то изменения в самой стране? Она идет по тому курсу, о котором говорил Никол Пашинян, будучи в оппозиции, будучи либеральным политиком? Он изменился или страна меняется? Изменилась его позиция. Не он не изменился, ни страна не изменилась. Изменилась его позиция. Одно дело быть оппозиционером, который кроет власть, а другие дело руководить страной, которая находится в транспортном мешке, у которой есть проблемы Нагорного Карабаха, у которой идет война. Извини, там, в 2016 году у них была четырехдневная война, было убито 105 человек за четыре дня, только с их стороны. С севербайджанской мы не знаем. Стране, которая находится в постоянной транспортной экономической блокаде, и вот пока можно на три недели сколько хочешь, пока ты оппозиционер. А когда приходишь к власти, то у тебя все меняется. Например, такие факты, что буквально восемь месяцев назад, как депутат парламента, он инициировал слушание в парламенте по поводу выхода из УДКБ, из Евразийского союза, что можно уходить и так далее. Сейчас, когда он пришел к власти, он прекрасно понимает, что никуда выйти нельзя. Потому что УДКБ единственный, как бы, Россия, гарант безопасности в отношении Нагорного Карабаха, других гарантов нет. А Евразийский союз, все трансферы, которые приходят в Армению, это там около двух миллиардов долларов, и Армения живет на эти деньги, они приходят из России. Ну, закроют вам в России трансферы или выгонят армян, к чертовой матери, гастарбайтеров. Жизнь будет не на что, реально. Евразийский союз закроет, куда вы свой коньяк будете девать? Коньяк идет огромный, они зарабатывают на этом. Куда вы будете девать свои сигареты? А сигареты это 3% ВВП Армении. Они продают огромное количество сигарет. Да, 3% ВВП. Для меня тоже была цифра удивительная. Куда вы будете девать свои фрукты, овощи, свои товары? Куда вы все это будете продавать? Поэтому пока ты оппозиционер, ты, конечно, можешь твердить все, что ты хочешь. Как прекрасно жить с Евросоюзом, как мы любим Евросоюз, как мы хотим быть европейскими людьми. Но когда ты понимаешь, что ты отрезан от Евросоюза, у тебя нет... Более того, у них была надежда, что если они заключают какую-то ассоциацию с Евросоюзом, Евросоюз надавит на Турцию, и Турция откроет им дорогу. А Турция поссорилась с Евросоюзом, потому что ее не взяли туда. И Турция по барабану проблемы. Тем более, что Турция лучший друг и лучший покровитель Азербайджана. Поэтому, если раньше можно было пытаться дружить с Евросоюзом и попытаться давить на Турцию, чтобы открыть железную дорогу, открыть автомобильную дорогу, и товары могли бы пойти в Европу армянские. А сейчас там все глухо, как в танке, потому что Эрдоган сказал, да пошли вы нафиг, естественно, не только армянам, но и Европейскому Союзу. Поэтому, казаться со мной, что премьер-министром на твои плечи ложится огромный груз страны, в которой 30% населения живет в нищете, большая часть населения выехала из страны. Ну, то есть у нас только сидит официально 2 миллиона 800 тысяч. Из них там часть граждане России, часть неграждане. Каждая третья семья имеет людей, которые работают в России и живут на то, что посылают им из России. Поэтому можно выпендриваться до этого. А что ты скажешь, например, когда стал премьер-министром, что я перекрою связи с Россией? Ну, ты перекроешь просто источник доходов полностью для людей. Источник для всех фирм. Рынок сбыта единственный, открытый, в России. Потому что Иран огромная, самодостаточная страна, которая производит абсолютно все для себя. Они жили и живут в условиях санкций. Поэтому у них все есть. Зачем им нужны армянские фрукты или армянские коньяки, они не пьющие люди, понимаешь? Простой момент. Армяне сейчас еще стали, у них виноделие начало подниматься. Врешительно кого? На Турцию не пьющую? Не пьющие Азербайджаны, не пьющие Иран? Или пьющие Грузию, которые всего завались? Конечно, нет. У них расчет идет, что вот ты улетаешь из аэропорта, и к тебе подходят молодые назойливые люди, которые суют тебе стакан с вином и говорят, попробуйте, попробуйте нашу прекрасную армянскую виновную, значит, дьюти-фри. Потому что вы не думаете, мы уже круче, чем грузины. Вот теперь они продвигают. А куда им это продвигать? В Иран? Нет. А дорогу у них только в Иран. Поэтому, когда ты стал премьер-министром, огромной, не огромной, маленькой страны, но большой по расстояниям и трудной по рельефу, потому что с дорогами там трудно, потому что там горный рельеф, любые дороги строят вообще проблемы. Они же думали, что построят второй газопровод в Иран, построят хорошие дороги в Иран. Невозможно, там тяжелый рельеф. И когда ты все понимаешь, это зависит только одной страны, от России. Точка. И твоя безопасность зависит от России. Потому что, ну, кинет тебя Россия, тебя с двух сторон задавят. Никто не придет на помощь. Грузия не придет. Грузия ненавидит Россию. И она терпит Армению. А Иран тем более не придет. Оно им надо вообще. То есть, как бы, понимание того, что вот Россия единственный маяк, оно приходит, когда ты приходишь к власти. Поэтому абсолютно все армянские президенты до прихода к власти были антироссийскими. Скажу тебе такой маленький секрет. И все они, идя к власти, мечтали вырваться из-под власти, значит, жестокой России, которая вот нас третирует. Нас в маленьких гордах обижают. А когда приходили, понимали, что выхода нет. Это одинаковая ситуация практически со всеми. Конечно, они не были такими либералами, как господин Пашинян. Но, собственно говоря, они все мечтали о большей независимости. Что мы будем диктовать свою волю Кремлю, и говорить на равных. Ты знаешь, что меня поразило? Ну вот у нас есть привычка говорить такую фразу. Армения – это форпост России на Кавказе. О, Лен, мне тут 20 человек высказали. Это как это оскорбительно? Говорю, в каком смысле? Почему? Как вы можете про суверенную страну говорить? Форпост России. Мы что, какая-то провинциальная губерния? Я говорю, мы даже не думали, что мы можем вас как-то обидеть этим. Ну, мы же не говорим, что Россия – это форпост Армении на Западе. То есть нам, понимаешь, нам это не понять. Это вот… Ну, это, да, может быть, это детские обиды. А для них не детские. Они очень болезненно воспринимают. Вот любая маленькая обида… Вот я пример обид. Например, да, мы во многом бестактны, потому что мы большая страна, мы не думаем, что вот ножку наступили, на мозоль надавили. Вот последний скандал, который вот по шням пришел к власти, проходили военные учения в Гюмрии. Плановые военные учения. Вот тут, надо сказать, напортачили. Потому что там есть три военных полигона, я была в Гюмрии, и вполне можно его провести на полигонах. Ну, какой-то очень реальный там молодой капитан, я уж не помню, кто там решил провести учения в деревне, не предупредив деревню. Представь себе, деревня паник, заново, паник, да. Ну, честно говоря, было не очень хорошо. То есть деревня просыпается от того, что у тебя вокруг тебя стреляют. А отрабатывали они элемент нападения на колонну. То есть колонна танков, которые обстреляют пусть и холостыми патронами, извини, люди, пережившие все войну, дети в деревне, там все. Ну, напортачили реально. Да, ну, это действительно. Да, деревня в ужасе. А выйти и спросить, а, собственно говоря, кто с кем воюет, страшно, потому что в доме дети, и все попрятались, никто ничего не понимает. А потом, значит, выяснилось, что вот такая глупость, это была инициатива. Ну, надо было предупредить там представителей совета, сказать, что у нас ребята будут ученики, что-то еще. Очень скандал был жуткий. Надо дать должное нашим, что они быстро извинились, наказали там, ну, не наказали, взяли выговоры, значит, этому капитану, или кто там был, офицеру. Значит, провели концерт, зачистили какую-то канаву, которая недавно была уже грязная, да, что-то там у них было непроходимое с водой. Значит, убрали бетонные блоки, которые, ну, в общем, что могли-то сделали, да, но быстро. Но ведь это же для любого либерала, а их очень много, которые кормятся на гранты Америки, это там самое большое посольство в мире. Да ты что? Американское посольство, одно и самое большое в мире, находится в Армении. На 1200 армян приходится один хорошо вооруженный американский дипломат. С чем это связано? Версий много. Версия одна, что, типа, близко Иран, потому что там, естественно, граница с Ираном. Версия вторая, что это единственный форпост, как вы, извиняюсь, пусть меня просят Армяне, форпост России на Кавказе, 102-я российская база. Версия третья, что вот на христианская страна, между Турцией, которая тоже им крайне интересна, значит, и Азербайджаном, Турция тем более такой условный союзник, да? Да, да, да. И вот там отгрохли невероятное посольство. Я не помню, количество дипломатов какое-то безумное зашкал. Я говорю, если посчитать, там их больше тысячи, что это безумное посольство, да. А наши всего 19. Просто представить. И вот у них целый город. У них не посольство, у них город. Сумма с этим. Да. По-моему, самый большой еще в Косово находится. Ну, в Косово, все понятно, там база, все. Есть Косово, но вот в Армении одно из самых больших посольств в мире американских. Вот это на клочке земли. А наши 19, и они могут только сидеть и писать записки в Кремль, что мы наблюдаем. Потому что у них огромные деньги у американцев, которые они уже в течение 10 лет вкладывают в антироссийскую пропаганду. У них, они создали около 5 тысяч неправительственных организаций. 5 тысяч на крохотную Армению с населением якобы 3 миллиона, на самом деле 2 миллиона, потому что миллион уехал в Россию. Множество газет, блогеров, все содержится на деньги еваниканского посольства, на деньги Европейского банка развития, на деньги МВФ. В общем, короче, на деньги всех этих организаций все это кормится, поится, и 10 лет взращивается антироссийская ненависть. Выросло целое поколение, которое прекрасно говорит по-английски, не знает русского языка и не любит Россию. Ну, и возвращаясь, собственно, к теме вот этого казуса, мы даем сами повод для того, чтобы... Мы, конечно, даем поводы, а, понимаешь, поводов немало, например, ну, есть такая вещь, на самом деле, не очень красивая, мы входим в Минскую группу по решению всех проблем, но при этом, как бы, вот, проблемы на городе Карабаха, но при этом единственная страна, которая продает наступательное вооружение Азербайджану. Азербайджан, да. И можете представить, какое вообще отношение к этому в Армении. Достаточно каждый день капать на мозги людям, говорить, а они пережили в 2016 году вот эту четыридневную лизню, когда людям голову, вот сто пять человек, которые погибли, мы же некоторым отрезали головы, то есть там была совсем не ласковая ситуация. И вопрос о наступательном вооружении Азербайджану, он стал просто, ну, естественно, как же так, мы союзник, мы ВДКБ, как же можете продавать нашему врагу, кто у нас идет война, наступать на вооружение. Да, ну, понятно, что этот вопрос очень горячий, поэтому, ну, давайте просто так ассоциацию такую проведем, когда мы слышим, что, например, Америка поставляет Украине, начала поставлять, Америка вовсе не наш союзник, не забывает, да, мы это воспринимаем болезненно. А что говорится, когда... Ну, как бы, и там все это подогревается, естественно. Даша, вот тогда не очень было понятно, я помню, что мы активно это обсуждали, у нас были большие прямые эфиры, мы дозванивались до Армении, до политологов и прочее, прочее, но вот ответа, внятного ответа, кто стоял за этими событиями, так и не нашли. Вот ты сейчас можешь дать ответ на этот вопрос? Ну, Фария, ситуация такая, началась вся революция с того, что Пашинян из города Гюмри, это самый нищий регион Армении безработный, решил совершить марш 300 километров, дойти, значит, до Еревана. То есть, спусковой крючок был очень простой. От того, что Серж Саркисян, который клятвенно обещал народу, что никогда не пойдет на третий срок, решил выдвинуться в премьер-министры, что все восприняли как третий срок. Люди были в полной апатии. Вообще, апатия была невероятная, но все считали, что изменить ничего нельзя. И когда-то он пошел своим маршем, честно говоря, марш особых людей не привлек. То есть, они шли, они заходили в каждый двор, разговаривали с людьми, говорили, у них есть там лозунг выход есть, выход есть, но ничего большого они не ожидали. Они дошли до Еревана, вот, и тут, значит, ошибку совершили власти, потому что они его задержали. То есть, во-первых, в Армении была дикая апатия, что, типа, ничего не может им за стране, коррупция из коррупции, вот так мы всю жизнь будем с ним жить. И когда его задержали, то это внезапно было таким тоже спусковым крючком. То есть, что такое, что происходит? Все, даже у противников говорят, многие у противников говорят, мы рады, что он сверг эту власть, которая засиделась, ее нужно было обновить, но мы не рады, что это сделал он. То есть, как бы, это нужно было сделать, нужно было сделать какую-то, если сама власть не решалась на зачистку, нужно было ее зачистить каким-то образом изне. То есть, он был таким инструментом, неожиданно после его, считал, что его арестуют, и слынет толпа. А толпа пошла в 2-3 раза больше не потому, что это Пашинян, а потому, что, что за ерунда вообще, что происходит такое, что человек сделал, ничего не сделал, никого не убил, никого не зарезал, все хорошо, все мирные протесты. Это вызвало обратную реакцию. И когда вызвало обратную реакцию, уже пошло, уже все горячее и горячее. И в этом смысле, вдруг Пашинян неожиданно стал популярен. То есть, он был популярным человеком, но вовсе не в том смысле. То есть, вдруг у него, он сам не ожидал, выходят 100 тысяч человек, 200 тысяч человек. Люди пошли. И потом они сделали хорошую тактику. Это знаешь, как говорят, каждому человеку нужно дать дело. Вот ты за стул отвечаешь, ты за лампочку, ты за плакатик, а ты вот подержи флажок, а ты перекрой дорогу, а ты сюда машинку поставь, не пускай людей, или наоборот, приглашай людей. То есть, ты дай человеку, каждому задание и свой маленький участок. Вот они, знаешь, как детям в детском саду, да, распределять задания. Вот они сумели организовать всех. То есть, у каждого был какой-то участок вот реальный. То есть, не стоишь без дела и кричишь ловить, а я вот за эту улицу отвечаю, чтобы никто не проехал, а я вот, чтобы в аэропорте никто не проехал, а я туда, а мы туда. То есть, ты тем самым чувствуешь свою нужность, причастность, каких-то глобальных... Ты не просто пришел помахать кулачком и закричать там, я с вами, я согласен. То есть, он это сделал блестяще. И к своей неожиданности он стал премьер-министром, он сам этого не ожидал, никто этого не ожидал. Но то, что говорят его противники, даже противники, будем сходить, за ним нет Сороса, как они говорят, нет соросовских корней, но почти вся его команда имеет соросовские корни. Вот тебе для примера, что его жена Анна Копян, я у нее брала интервью пять лет назад, была у них газете, там «Армянское время», по-моему, называется, я могу перепутать, или «Новое армянское время», или «Армянское время», она была главным редактором, и она мне там несла вообще все, что можно нести, что мы не должны были вступать в Евразийский союз, мы должны были идти в Евросоюз, как муж и жена от Одна Стана, все понятно, что идеи-то были общие. И даже она меня совершенно убила тем, что она сказала, я говорю, «Хорошо, вы не можете идти в Евразийский союз по причине того, что у вас болтается на хвосте на Нагорный Карабах». Она сказала, «Вот, если мы пошли в Евросоюз, мы с Нагорным Карабахом разобрались». Я говорю, «Как?» Она говорит, «Ну вот, есть же, значит, пример Швеции и Финляндии по поводу Оландских островов». Значит, вот там, значит, эта автономия, которая имеет свои законы, там, свой язык. Вот, они поделились же, разобрались. Я говорю, «Ребята, во-первых, а, вы не шведы и финны, давайте не будем путать азербайджанцы и армяне». Темперамент другой. Да, темперамент другой. Б, вы пережили кровопролитную, страшную войну, в которой пострадали обе стороны, потеряли множество людей. И В, welcome. Если вы только сейчас скажете Азербайджану, что вы хотите автономии Нагорного Карабаха с сохранением языка и каких-то законов, Азербайджан двумя руками хватится и будет, просто скажет, немедленно согласен. Так именно то, против чего вы боретесь. Вся страна борется. Но это то, что могла говорить жена Пашиняна пять лет назад. Сейчас Пашиняна ни слова не может, потому что, если есть консенсус в обществе армянском, это только по поводу Нагорного Карабаха, что его сдавать нельзя. Каждый, кто вякнет против Нагорного Карабаха, будет немедленно начинать подвергнут обструкции, что там будет дикий скандал. И поэтому Пашинян немедленно послал своего сына служить в армию в Нагорном Карабахе демонстративно. Да, на передний край, на фронт. Сказал, что тем самым он показывает, что Нагорный Карабах никогда не сдадут. Видишь, как меняются взгляды, да? Да. Да, он сказал, что Алиев должен сделать то же самое, послать своего сына с северно-боженской стороны. Когда у нас будут два сына, мы будем понимать, что такое мир. Представляешь, как общество это оценило? Это был очень красивый же. Очень. Вот у меня единственный сын, у него, по-моему, три дочери, единственный сын. Вот я же готов пожелать с сыном, лишь бы, значит, отстоять на Горный Карабах, да, который не является частью Армении, напомню. Это считается, как бы, независимая Арцахская республика и так далее. Вот. И поэтому ему пришлось все поменять. Всю свою позицию пришлось поменять ровно, и везде подтверждать, что мы с Россией, мы с Россией, и что все, что он кричал по поводу Евразийского Союза и ОДКБ, все пришлось поменять ровно, ровно 180 градусов, все повернулось. И, естественно, что, нет, люди помнят, что он говорил, но люди ценят его за то, что, вот смотрите, он же, как говорят, и он даже с Вороса кинул, люди говорят. То есть пришел-то на волне либералов, и либералы, это его команда. Либералы будут гадить, потому что люди, которые стоят позади него, это люди, которые абсолютно хотят быть только Западом. Но выхода нет, потому что не поймет Армения, если Россия, Армения вдруг, не поймет Армения, если вдруг выгонят 102 базу, или вдруг заключат договор, не знаю, по поводу какого-то статуса Нагорного Карабаха, все, другие дела. Премьер-министр и оппозиция его иногда заносит. Он говорит иногда просто как оппозиционер, то есть еще по старой памяти, пламенно, решительно, и забывает, что он все-таки еще, он уже премьер-министр, у него уже власть в стране. Вопрос в том, что положение неустойчивое, он сам себя объявил временным правительством. Пока не будет, пока не сменится парламент, а выборы будут уже через год, никакого движения не будет тоже, потому что все инвестиции замерли, никто не хочет вообще связываться со страной, в которой, извините, работает временное правительство. трансферы замерли, трансферы идут там частные, каких-то вообще солидных решений люди тоже не хотят принимать, я имею в виду государства соседние, потому что, а что там будет через год, да? Хотя и считается, что общество выдало ему доверие минимум года на два. Ну, кто знает, какая будет ситуация, самое трудное время в Армении, это зима, зима это бешеная оплата за отопление, за газ, гораздо дороже, чем у нас, а страна нищая, и поэтому, конечно, зима, это будет тот, зима будет таким проверочным фактором, удержится ли Пашинян, и что будет вообще к весне, как пройдут выборы, кто победит, потому что сейчас республиканская партия, в которой правила власти столько лет, она фактически разгромлена, морально разгромлена, потому что люди не верят, не хотят иметь с ней дело, и поэтому, что будет, можно восстановить репутацию, сделать ли зачистку у себя, они поймут огромную зачистку, отлепить всех грязных людей, которые зарабатывали на ней, но я не думаю, что это будет так успешно, потому что пока Пашинян это свет в окошке, в каждом армянском окошке, назовем это так. Даш, но тем не менее, у нас остается буквально полторы минутки, скажи, пожалуйста, вот одно из версий, того, что происходило три месяца назад, было и то, что якобы наша страна принимала в это участие. Наша страна действительно отчасти, не то, что принимала, наша страна, скажем так, все правители надоедают. Серж Саркасян не, как бы сказать, не самый для нас любимый правитель, мы с ним ладили, но у нас было тоже много противоречий. Вопрос был в том, что Россия рассчитывала, что к классе придет его заместитель, или придет Карапетян. Да, да, да. Поэтому Россия молчала в тряпочку, говорила, это наше начнутреннее дело, рассчитывая, что вот-вот, Пашинян, это, конечно, такой локомотив революции, но премьер-министром станет Карапетян. Карапетян, это госпромовец, это наш человек, и как бы все уладится, причем считается очень опытным управленцем, человеком профессиональным, репутация у него куда лучше, чем у Сергея Сарксиана. Поэтому у нас был тоже свой расчет, только наш расчет, как всегда, не оправдался. Скажи, пожалуйста, ну и буквально, вот последнее, очень коротко, как ты считаешь, у Армении есть другие союзники, партнеры, кроме России? Проблема в том, что они, может быть, и есть, но проблема к этому границы, география. Вся проблема Армении это география. Ну что ж, я думаю, что это, наверное, не, скажем так, финальная часть нашего разговора. Пусть для этого эфира мы сейчас закончили разговор об Армении, но я думаю, что в ближайших программах мы обязательно вернемся к этой маленькой, но гордой стране. Дарья Славова и Елена Афайна были с вами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok